Всем привет, друзья! Сегодня будет ролик полный о том, как подключить геймпад Xbox 360 к системе Windows. В YouTube есть много роликов, однако очень многие ролики не верны. Точнее, там не полная информация. В этом ролике я расскажу о том, как подсоединиться по проводу и про Bluetooth. Причем, особенность в том, что есть три вида геймпадов от Xbox. И не все из них можно, как показывают некоторые ютуберы, подсоединить по Bluetooth через обычный Bluetooth адаптер за 1800 или 1600 рублей. Ну, а перед началом немного разобрал геймпад. Собственно, вот эти крышечки отдираются. Можно отверточкой аккуратненько поддеть. И просто они ничем не прикручены, просто отчеркнут. А теперь самое удивительное. Как вы думаете, сколько вибромоторчиков в этом геймпаде? Я думал, что, ну, два, это просто... Можно сказать, даже, может быть, одного и хватило. Угадайте, вот сколько. Ну, вот давайте посмотрим. Видите, вот здесь вот один большой. Видно, да? Вот вам. Вот его моторчик и вот сам грузик. Вот он там. Вот. Его видно, я думаю. А теперь, ну, с другой стороны, естественно, так же, да? Вот он, второй. Вот там видно. А теперь, как вы думаете, а вот там в курке это что торчит? А это еще один вибромоторчик. И в этом курке тоже. То есть, их четыре. Может быть, их еще и больше. И тут тоже есть. Ну, я сомневаюсь, конечно, что где-то еще есть. Но, вот, возможно, еще. То есть, как минимум, четыре вибромоторчика в одном геймпаде. Итак, как же подключить наш геймпад по проводу? Для этого достаточно подсоединить его через обычный провод microUSB. Ну, такой провод, которым вы заряжаете или подсоединяете ваше ПК. Ваше, прошу прощения, смартфон. Вот здесь microUSB подсоединяйте и с другой стороны просто вставляйте его в USB. В данном случае у меня подходит вполне в USB 2.0. После чего, как вы слышали, вот такая вибрация происходит рук. И сразу же скажу, что у меня, значит, стоит система Windows 8.1 с последними обновлениями. И когда я подсоединил джойстик, он у меня сам прикрепился. То есть сам скачал обновления и так далее. Ну и давайте посмотрим настройки игровых контроллеров. И вот действительно все здесь. Если мы будем, как видите, нажимать, тут видно, что все работает. Все кнопки работают, как видите. И самое удивительное в чем вот этого джойстика. По сравнению с другими геймпадами китайскими, сейчас они у меня не рядом со мной, сейчас не покажу, но китайские геймпады, не работает у них, значит, вибрация. Вот. А на этом от Xbox One отлично работает. Опять же повторюсь, у меня система Windows 8.1 и все драйвера последние установлены, и все обновления скачаны. Поэтому у меня вот так быстро все скачалось и обновилось. Ну и так, друзья, а теперь как же подключить геймпад Xbox One к ПК? Ну, во-первых, всего есть три вида геймпадов. Оказывается, Xbox One. Это первая ревизия, вторая ревизия и третья ревизия. Причем у обзорщиков, как подключить геймпад к ПК, нигде не показывается, что у меня такая-то версия, такая-то, такая-то. Так вот, как я только посмотрел, вот есть такой канал, логово злобстера, да, и у него есть как подключить. Вот, кстати, его геймпад. Вот у него, видите, модель 1.7.0.8. Я решил посмотреть на свой геймпад, и у меня, как вы думали, какой был модель? Модель 1.5.3.7, как вот на этой фотографии. Я не знаю, насколько вам тут хорошо видно, но у меня именно вот эта модель, которая 1.5.3.7. Так вот, оказывается, 1.5.3.7 это первая ревизия, а 1.7.0.8 это третья ревизия. Так вот, у этого человека, когда он рассказывал о том, как он подсоединял, он просто купил самый дешманский за 1000 или за 800 рублей Bluetooth адаптер и без проблем его подсоединил. Вот этот геймпад третьей ревизии. Я решил абсолютно то же самое сделать. Купил тот же, значит, адаптер, такой же, ровно такой же, как у него в ролике. И как вы думаете, подсоединил? Да ничего подобного. У меня ничего не вышло. И потом я начал смотреть, а какой у меня ревизии, а когда и так далее. Начал читать, искать в интернете. И вот только тогда я наткнулся о том, что есть три версии. Первая ревизия геймпадов, кстати, ссылку на эту статью оставлю, модели. Вот они, указано. С2В черный, С7 и так далее, обычный, с USB цвет и так далее. Вторая ревизия. На ней уже появился, значит, разъем 3.5 мм. Вот он, вот здесь вот. Вот он, видите, разъем на 3.5 мм. Вот. И пример модели, EX и так далее. Но не путайте модель номер и модель, ну, как бы, номер модели. Не знаю, как это. И третья. И вот только в третьей появилась вот эта возможность подсоединять по Bluetooth все устройства. Об этом автор вот этой статьи пишет. Все три ревизии работают со всеми моделями Xbox One и Xbox One S, а также с ПК. Через провод и Xbox Wireless Adapter for Windows. Xbox Wireless Adapter, вот этот вот, вот он наверху. Для подключения геймпада третьей ревизии также можно использовать Bluetooth версии не старше. Вот только третьей ревизии можно. Так вот, у меня джойстик первой ревизии. У меня нет вот этого джека, понимаете, на геймпаде. Вот. И поэтому мне подходит только купить вот этот вот, значит, там, Xbox Wireless Adapter for Windows. Ну, собственно, если бы у меня был даже второй в ревизии, мне тоже он бы понадобил соль-клон, чтобы играть без провода. Так вот, он стоит, я вот честно скажу, я купил этот джойстик за 1500 рублей бэушным. И покупать за 2000 вот этот вот адаптер, ну, я просто, вы знаете, не имеет, наверное, смысла. Тогда как, потому что именно третьей версии можно купить за 3000 рублей, скажем, ну, если я когда-нибудь буду проезжать мимо Москвы на горбушке, можно купить этот джойстик третьей ревизии за 3000 рублей. И вопрос, стоит ли покупать вот этот Xbox Adapter за 2000 рублей, когда за 3000 уже можно купить, значит, геймпад, который уже можно подсоединить с помощью Bluetooth обычного, да, начинающего с версии 4.0. Скажем, подойдет уже, значит, свисток, USB адаптер и за 600 рублей я видел, и за 700, а если посмотреть адаптер 4.0 в Алиэкспресс, то, оказывается, можно и за 300, за 400 рублей вполне купить. Так что, друзья, вот, собственно, и вся резолюция. Так что, друзья, надеюсь, вам видео было полезно и интересно. Всего доброго. До свидания.